Какая история стоит за стаканчиком утреннего кофе? В какой стране выращен? Какая прожарка? И сорт? Ученики 10-й школы теперь знают все о производстве капсулированного кофе. Кто-то пришел ради любопытства, у кого-то деловой интерес. Думаю сделать кафе и использовать кофе, продавать утром людям, которые идут на работу, или детям, которые идут на учебу. Идея создать в России компанию по производству капсулированного кофе пришла директору кофепода Вячеславу Тимошкову в Америке. Там Вячеслав участвовал в разработке интернет-магазина кофе. В России он решил сделать свой проект, но с одним принципиальным отличием – не только продавать, но и производить. Мы решили, что нужно выбрать такую нишу, которая растет, несмотря ни на что, и где есть возможность заместить импорт. И кофе как раз было той возможностью, особенно кофе в капсулах, которые мы здесь делаем. В Риотове с 2015 года компания производит два десятка сортов молотого кофе. По поставкам сырья кофепода можно изучать мировую географию. Мексика, Бразилия, Никарагуа, Гондурас, Колумбия, Вьетнам, Индонезия, Африка. Сорта чая тоже разные – отечественные и заграничные. Компания небольшая, меньше 20 человек, а обеспечивает ароматными напитками Москву и Центральную Россию. Работают даже на экспорт. В этом году первая была поставка через Амазон уже в США. То есть аналог капсул, которые раньше производились в основном итальянские, либо других стран, аналог сделали у нас в Риотове. Производство почти полностью автоматизировано. Отсюда и небольшой штат. Оборудование дорогое и качественное, преимущественно из Италии. Покрыть часть затрат на его приобретение помогли государственные программы. Кофепот – победитель конкурсов Министерства инвестиций и инноваций Московской области и администрации Риотова по субсидированию затрат на создание и модернизацию производства. По приобретению оборудования участвуют в программах поддержки. Первый раз на уровне города около 1,7 млн получили субсидирование затрат. На уровне области порядка 7 млн рублей. Производство – не единственная тема компании «Кофепот». Владельцы задумываются над созданием сети собственных кафе. Первое заведение уже открылось в этом году в Реутове. Сергей Щербаков, Виктория Волкова, Сергей Сомов. Телеканал Реутов.